Греко-римская борьба – популярный вид спорта в нашем регионе. Открываются новые спортшколы, растет число воспитанников. На площадке легкоатлетического манежа состоялись соревнования среди юношей до 16 лет. Победители войдут в состав сборной Мурманской области. Около ста борцов из Мурманска, Кольского района, Апатитов и Александровска приняли участие в региональном первенстве по спортивной борьбе среди юношей до 16 лет. Те, кто сегодня вышли на ковер, борются не за медали и кубки, а прежде всего за возможность попасть в сборную области. А это шанс выступать на соревнованиях уровнем выше. Это этап подготовки спортсменов для выступления на первенстве Северо-Западного федерального округа. У нас на данных мероприятиях борются два возраста. Это ребята борются 2002-2003 годов рождения, которые являются отборочным этапом для участия в Северо-Западном этапе среди учащихся четвертой летней спартакиады. А ребята 2004-2005-2006 года рождения также мы формируем сборную для участия в первенстве Северо-Запада, который пройдет уже в Выборге. Греко-римская борьба своими корнями уходит в глубину веков. Как вид спорта она впервые была представлена на Олимпийских играх 704 года до нашей эры. В новейшей истории неоднократно переименовывалась. Была французской, затем греко-римской, позже классической. И в наше время снова закрепила за собой историческое название. Задача борцов проста. В ходе поединка уложить соперника на лопатки. Спортивная греко-римская борьба с каждым годом все больше набирает популярность. Растет число спортсменов и в Мурманской области. Однозначно растет. Показатели, чем я оперирую, это, опять же, открытие спортивных школ, новых школ в Мурманской области. Апатиты, как я сказал, буквально 3-4 года там начал работать кружок спортивной борьбы. Это сейчас открытие в Гаджиево спортивной школы. Это открытие второй школы в Мурманске. Буквально три года назад в Мурманске была одна школа и была монополия. Заниматься этим видом спорта начинают в раннем детстве. Поэтому чаще такое направление выбор родителей, а не самих спортсменов. Но многие ребята признаются, греко-римская борьба настолько увлекательна, что представить жизнь без нее уже не могут. Еще в детстве папа привел меня в зал, и после этого я начал тренироваться, не бросая, потому что это уже стало частью моей жизни. В прошлом году я выиграл северо-западный федеральный округ, побывал на первенце России. В этом году стал по старшим, занял второе место также по округу. Вот сейчас у меня задача выиграть область и поехать на округ Выборг. Тренер много сил вкладывает, родители. Хочется, чтобы какой-то результат получался. Что это не зря все было. Планы есть на спорт после девятого класса. Окончить, поехать в Питер, поступить в Олимпийский резерв. Тренеры говорят, секрет успеха будущих спортивных звезд в тренировках, что называется, на отдачу. Часто бывает, что даже после перерыва спортсмены возвращаются на борцовский ковер и продолжают карьеру. Немало таких примеров и в истории Оленигорской спортшколы, где секция существует более полувека. Наши ребята, да, у нас есть призеры страны, призеры международных турниров, чемпионы, чемпионы страны, я оговорился, первенство области, ССФО. То есть мы гордимся своей школой и намерены побеждать их в дальнейшем. Сегодня есть возможность выступать и уже более взрослым. Теперь у нас статус школы, спортивная школа. Раньше мы были детской юношкой спортивной, где был ограниченный возраст. Сегодня мы можем выступать по-взрослым и тренировать тех же, кто вернулся после перерыва. Кто-то женился, кто-то был на службе. По ряду причин не смогли приехать на соревнования ребята из Североморска, которые, по словам судей, нередко показывают на ковре высокие результаты. Но организаторы надеются, что в следующем году команда флотской столицы обязательно поборется за право представлять Мурманскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа. Продолжение следует...